Вот смотрите, да, молодец, вот казалось бы, очень точно отыгрывались оба Но первая же возможность, да, кстати, это ошибка, ошибка винокура Ошибка винокура, но удар непростой, со стороны может быть кажется, что просто Это очень непростой удар, он играется очень точно на толстой резке, так сказать Это очень высокий класс Шаром, неудачный стал, по-моему, шар Может быть он сыграет Абриколем, надо посмотреть Возможен Абриколь, по-моему Сейчас он посмотрит, а может быть, нет, он туда будет играть, в другую сторону Вот так Отлично Ну что, похоже, это партия за Александром Вот обратите внимание, как мало нужно для серьезной ошибки Вроде бы все было правильно, вроде бы все по уму И тем не менее, одна ошибка и все, небольшая ошибка Еще раз, Шаром Вот так встали, отлично, как же он хорошо видит Вот, кстати, это одно из качеств Одна из сторон таланта полумаря, он же хорошо видит поле 7-0, пока это первая сухая, кстати Ну вот так, глядишь и дойдем до партии Все прогрессирует Ну что бы вы предложили сейчас, вариантов много? Ну вариантов не так много, все еще будет играть в угол Чужого? Нет, да, 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 чужой Да, играет чужого И сыгрывает Выходит 5-3 И опять же он использовал удлинитель, да? Вот два раза уже удлинитель И счет становится 5-3 Ну просто парадоксально, из 5-4 раза он забил Из 5-4 раза, но я думаю, не каждый возьмется повторить Такую серию Молодец Да, вот что значит, человек специально отрабатывает удар И еще он может достичь по этому Кстати, Винокур хорошо себя чувствует в стандартных позициях Для него это одна из стандартных позиций Молодец Да, пенальти это не назовешь, но на штрафной вполне Ну, по крайней мере, из какого-то одного и того же положения Недавно мы сидели рядом с Юрой Желудковым Вспоминали его потрясающие штрафные стандартные положения Да, как он закручивал Тоже можно говорить про Серебренникова из Киевского Динамо Это особый талант, надо сказать Да, Лобановский Да, Валера, который подавал угловые удары прежде Да и штрафные Да Здесь надо быть точным Ага, попытка выйти под свояка Да, пожалуй, вышел Неплохо Молодец И вышел И вышел 3-0 3-0 3-0, давайте повторим этот удар Хороший удар Ну что, будем ждать 8 Да, пока еще есть шанс закончить партию с Киевского Динамо Я думаю, что в Сирии началась начальным ударом Да, 8 с разбой Бартию с Киевским с разбой Это неплохо было бы Шансы есть Ай-яй-яй Невероятно Обидно Это невероятно Вот это называется невероятно Он ударил слишком мягко Да Слишком мягко Да Поплотился Дело в том, что в русском бильярде лузы устроены так, что они лучше принимают сильный удар, они немножко деформируются 3-1 3-1 В пользу Винокуром 3-1 Начал свою серию И Саша поломарь 5-3 проигрывает сейчас Винокур Ситуация-то непростая Отступать некуда Ой-ой-ой-ой-ой Прекрасный удар 3-2 Винокур Хороший удар Чего не скажешь Вот это удивительное сочетание не просто точности, а силы удара и ее особой плотности, да, делает игру очень красивой Этим русский бильярд отличается от других игр Именно как раз плотность удара, тяжелый шар, влетаясь с хрустом в лузы В этом, наверное, что-то есть Да, конечно Это отличает русский бильярд Хотя я должен сказать, что сила удара не самоцель Выскоклассный игрок Должен уметь И если нужно сыграть и тихо Все зависит от позиции Ну, конечно, диапазон огромный Да, хороший шар затянул, как говорят Да, 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 да Да, да, да Ну, вот его любимая позиция Вы знаете, мы говорим перед началом, и все-таки он инженер-строитель, да, сейчас юридический факультет заканчивается Я говорю, а какая была? В школе-то хорошо учился, ну, хорошо так 7-2 Я провел, все Внимание Ага, ну вот и баламар стал забивать Да, да Красиво? Ничего не скажешь, красиво Отличная возможность закончить ския, посмотрите, как Да Стоит возле средней лузы шарик, я думаю, он будет строить серию от него Да, у середины Убирает лишнее Оставит его на закуску Шара у середины Может быть, может быть Но вот, кстати, это так называемый сторож Сейчас ведь сильное психологическое давление Потому что он понимает, что промазав он сразу отдаст 2-3 шара Вот посмотрим Да, посмотрите, что он делает Но от неуверенности От неуверенности сделать сильный удар под низ Да, наверное, правильно сделать Потому что с любой точки шар падает в середину Тут не надо было очень умничать В принципе, правильно сыграл А вот куда теперь? Ну что, будет подбивать? Трудно сказать Нет, нет, чуть сильно Нет, это нельзя назвать подбой Вообще, честно говоря, я даже не знаю, как это назвать Да, он выходил под чужого шара Возможно, да Вот это называется прилепить шар В пирамиде И ничего не дать Сопернику Теперь пусть думает соперник А теперь пусть думает, да Да, пусть думает Кстати, тут тоже есть сторожа Вот, допустим, в углу стоит Угловой лозы шарик Так, вот теперь надо одну ножку Вот если мы увидим, что одна нога Будет обязательно касаться Нет, нет, не эта А вот эта Все-таки должна касаться Да, пола Спасибо большое Но в свое время Игроки на деньги Ну, это еще до революции Рассказывают такие байки Ну, на деньги только до революции было Да Одевали валенки Валенки Он вытягивал ногу в валенке Ну, валенок-то касался пола Все условия были соблюдены Хотя Внутри валенка нога Внутри валенка нога Сантиметров на 30-40 Отрывалась от пола Так что вот есть такие хитрости В книге Лемона Описан случай, когда Игрок встал на табуреточку Да, и нанес удар по шару Стоящему вплотную к борту Как бы сейчас сказали То есть тогда это допускалось Ну, сверху кейс задрал Ему не ударить было И пришлось послужить табуреткой Вот мы сейчас видели Мы видели сейчас кей Это отыгрыш Ну, что же, точный отыгрыш Хотя может и забить Да Не получилось Почему хотя Да Одно другому не мешает Вот мы сейчас говорили про кей И вспоминали о том, что кей бывает до 10 тысяч долларов стоимость Хочу поправить До 38 тысяч долларов До 30, ну спасибо Да, у меня была такая книжка Где была классификация всех кейов мира Так вот кей под названием Пуловский кей под названием Дайте почитать Черный принц стоит 38 тысяч долларов 38 тысяч Еще же он сделан Трудно сказать Тут ведь платится не только за Скажем, сам материал А за имя мастера За какое-то Вот я знаю, что кей делают из сердцевины Баобаба Может это сказка А может нет Но говорят, что два Баобаба надо сделать, чтобы один кей Сердцевину Баобаба Самое-самое центральное кольцо берется Впрочем, в автомобилях мы привыкли Если это Бентли, если это Мазерати Конечно, платится за Бренд Да Пока честная фирма только вас Там за имя ничего не платит Там платят за машину 3-0 впереди Баламарь и позиционный момент А вот посмотрим, куда шарик прикается Может же упасть А может застрять Застрял Хотя лег на борт Прилег на борт По-моему, не давится Ну, а что здесь? Вот он, вот он Нет, нет Не на борту стоит Так что есть варианты Хотя очень сложные А, шаром сыграл Как же точно надо было ударить Вы знаете, я... Альчар не в лузе стоял? Ну, давайте посмотрим Как он Прекрасно Он его просто продавил туда Один из красивых шаров В стиле Малеванчука Есть на Украине один игрок Ну, это... Талантливый Ветеран бильярного спорта Анатолий, по-моему, Малеванчук Он примерно так вот Забивал Через шар В русской пирамиде В стиле один Чуть два шара не упало Вот этот шар застрял Несколько раз меня спрашивали В чем же талант Палмаря? Ну, я думаю Посмотрите один раз его игру Снайнуется понятным Да Он такие шары, но раскладел Что... Что-то есть от Бога Есть вопрос Почему кладет? То ли он тренируется по 10 часов То ли вот так вот Вы знаете Без таланта Никуда Бильярный не денешься Да, вы знаете Вы правы абсолютно Потому что много было примеров Я вспоминаю Витя Понедельника Помните, был прекрасно нападающий Центральный сборный СССР И Ростовского СКА На 2 или 3 года Сейчас забыл уже Забрали его в армию Был в училище Был лучшим игроком Не играл практически в футбол Служил, честно, отчизне Там, я не знаю Как там можно было служить Но служил Вернулся Снова лучший игрок был Это талант Да, он играл А Стрельцов, который в тюрьме отсидел Извините И вышел И снова был лучше Ну, конечно, он много потерял Ну, конечно Четко сыграл Вот Очень психологически сложный момент был Многие игроки в этой ситуации промазали Я просто сам знаю Очень многие Ну, вот Четко сыграл Да Уж очень большое было давление Не забей и все Хотел забезать Двух шаров, да Да Ну, вот что касается Таланта Вот, скажем Есть все-таки игроки Которые методикой тренировок Длительностью тренировок Годами Приближаются по игре К игрокам Которые взлетели Вот как звездочки загорелись Вот есть Да, Владимир Петрушков Да, у нас в Санкт-Петербурге А есть Алексей Денисов Совершенно два Совершенно разных игрока Один сделал себя сам В течение многих лет Другой Вот как бы талант Но, в принципе Вышли они где-то на один уровень Только один вот путем Вот многочисленных тренировок Вот такой Как бы Работой А другой вот По таланту Но находится на одном уровне То же самое Можно взять Ральфа Сукея и Бустаманта Да Ральфа Сукея годами Там Десятилетиями, можно сказать А выше на один уровень Это тоже своеобразный талант Умение По нескольких часов тренироваться Это не каждому дано Нет, нет Просто у нас проскочила такая фраза Сколько не тренируйся Нет Торнировка тоже Вот умение тренироваться Тоже великий То же своеобразный талант Конечно Сталев тренируется по восемь часов Не секрет А я скажу Чтобы восемь часов провести У билярного стола Это надо быть фанатиком Четыре-три Да, если хочешь расти То надо тренироваться По восемь часов Есть Есть Очень сложный шар Отлично Молодец, Александр Ну что Заявка на победу в этой партии А с ней в целом в матче Ну неожиданный, неожиданный будет результат Да Многие отдавали предпочтение Ярославу Ярославу Внимание Очень важно Ой, как уверенно забил Четко Посмотрите И По-моему вышел опять под чужого Так Что-то куда там пошел Так Что-то им не нравится О чем-то они переговариваются О чем непонятно Какой ученик Винокур говорит Мы так не договаривались А Нет Тут договорных нет Нет Ну я смеюсь Но просто интересная ситуация Необычная Защитим честь билярда Да Ой, какой молодец Вот Ну посмотрите Что человек творит Да Не просто забил С подбоем Да, да, да Четко Здорово Вот средний бильярдист Но в лучшем случае Забьет такой шар Но он даже не будет Помышлять о выходе А это еще и подбивает Да Ну что Ну что, 7-3 Выиграет бы эту партию Ну опять же Это разновидность игры Позволяет сделать большую серию Хотя шары Очень неудачно расположены Для серии Да Здесь будет серия Вот игрошей Внимание Довольно Бесхитростно отыгрался Александр А вы знаете Почему я вот Да, вы правы Совершенно Но вот внимание Потому что когда 7-3 И ждут ошибки Да Ждут малейшие ошибки В таком случае Вот хотелось бы Чтобы вы уловили Первыми Вот этот Возможный вариант Если будет играть Вот Вот это Александр Паламарь Я только хотел сказать Будет он бить Да Паламарю это позволено Вот Так вот Явно ошибки не было И тем не менее Да Явно же ошибки не было Конечно Вот этот малейший шанс Да И вы знаете Я тоже Так сказать Чутьем зрителя Может быть Телевизионного человека Почувствовал Что Какой-то сейчас момент Особенно для Паламаря Может быть использован Почему я извините Я вас прервал И вы очень точно сказали Что да Это вот Паламарь Вот такими шарами Он просто сводит с ума Сопер Да Я знаю Нескольких Которые почти уже Сошли с ума И до сих пор О нем вспоминают Как страшный сон Да Кстати Он вам в интервью Сообщил об этом Я люблю бить Через всю поляну Вот это то Что называется Через всю поляну Удар 6-4 Ну что ж Отличник по начертательной геометрии Да нет Это было бы уже фантастикой Если бы он сейчас забил Так это более зимой результат Но все равно Из 6-4 Можно дать любому попробовать Рядом было Так И началось 1-0 Теперь надо что-то убрать 1-0 поломать Ну и теперь большое поле деятельности Как говорится Да есть много вариантов Ему виднее Вот то что вы внесли Вот это изменение В русский бильярд Дает возможность Приблизить его К лучшим сторонам Других видов бильярда Скажем Да Когда можно продумывать Ход на 3-4 позиции Вперед Ну в первую очередь Я думаю Что тут повышается Именно психология Более Скажем Ответственность за ошибку Но в пул достаточно Сделать Ну наверное 1-2 ошибки в партии И шансов нет выиграть Ну вот так же происходит И здесь 2-3 грубые ошибки И шансов у тебя уже нет Выиграть Ох Прекрасно Отличный адар Да вот кстати Начальный удар Ведь Не просто надо забить А надо еще подбить пирамиду В этом была идея Так посмотрим Ну по-моему Это не сложный Свой Ну может быть 8 ския Одна из последних возможностей Поскольку эту партию Скорее всего Выиграет Судя по счету Скорее всего Будет играть С остановкой И будет Еще раз Играть чужого Скорее всего Нет Разбивает куша Ну бессмысленный удар Что он ему дал Ну в принципе Смотрите Была возможность Просто остановить Конечно Он предпочел Подбивать А ведь это Иногда Неблагодарное дело Здесь Видите Ну вот так и получилось Потерял шанс Сыграть Ския Но тем не менее 5-0 Вот в этом смысле Интересна Свободная пирамида Это бывшая американка Там всегда имеет смысл Подбивать А здесь Только если Биток выходит Еще Ну что ж Удар в угол Не получился А риска много А риска Ну играет на все Ему ничего не остается делать Ему нечего терять Уже надо тут рисковать И пытаться сыграть серию По-моему Ставит И чужой в угол Да вот Он там как раз Виден Как мы говорим Да Так Куда же он вышел Ну в угол стоит шар Не знаю на сколько он легкий Но там посмотрел От борта отошел Уже будем давить Можно Мощный должен быть удар Нет Неудобно было бить Он как бы подскользнулся немножко Вы знаете Опять поспешил Поспешил Ну как На самом деле удар На грани возможного Если бы ему было лет сорок Я понимаю Ну Что делать Где-то это простительно Сейчас как мы говорим Наиграна позиция Помощь Очень много вариантов Четко Отлично Четко Четко Молодец Держи хотя бы верхнюю камеру К сожалению К сожалению задел губку Это бы вышел Просто под очень простого Свояка Хотя мог и двух забить Да Ну я не думаю Что он имел это ввиду На самом деле Выходил в среднем Ай-яй-яй Да вот Поторопился Ай-яй-яй-яй Это может быть Его последний удар А это Наверное В середину В середину В среднюю Семь Ну да Свой в середину Да Свой Еще вжой Ну что Смотрим Смотрят Другие варианты Свой конечно играется Но Непростой Ну почему Неплохой Свой Хотя в угол На сильном ударе Возможно Предпочтительнее Вот так вот На сильном верхнем Винте Нет Он не на верхнем Играет Практически Чуть ниже С центра Вот такой Плотный удар На скоке Да Ай-яй-яй Все правильно Ну что же Как говорят Последний шар Самый толстый Все 68 миллиметров А он 70 Ну что У Ярослава Есть шансы Неплохой шанс Вот так вот Посмотрим Как он будет Играть По отборфу А нет Да нет Тут уже Как раз у него был вариант Чужого забить Но он выбрал Свойка Именно вот Смысл этой игры Камера немножко искажает Конечно Согласен Но я к этому уже Путыл Сейчас будут ощущать Интересы Международной оптики Да Да У него теперь Есть шанс Ну да Тех двух Что есть Он будет играть Чередно Ему надо где-то Свояков искать Чтобы убирать Тех шаров С борта Ну По крайней мере Сейчас он может Выйти под чужого Один раз Один раз А потом-то надо Искать сваяка Потому что Надо же борта Снимать шара Так 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 Вот Один раз Вышел Под чужого Ну он похож Серьез Но свой Ему нужен Как воздух Ну сейчас Он может выйти Под своего Под своего Он просто Хотя Свой же стоит Он может прокатить И сыграть Свояка В угол Свой же Прекрасно Там можно По-разному Сыграть Он может Сейчас чуть Прокатить Вперед Главное Не зажать руку Сейчас Сейчас вот такой Момент Когда он может Зажать руку Да Но вот Нет Мягенько А вот сейчас За свой в угол Ограется Еще неизвестно Что проще Ну он чуть дальше Прокатил Да Свой угол и есть Только не спешить Только не спешить Ну Вот от этого удара Зависит все Мягенько Есть Отлично Ну вот теперь с борта А можно снять Ну что Да Брос Вот они прелести Динамичной пирамиды Да Просматривается серия А ведь 7.3 Казалось бы Да И могло быть 8.3 И могло быть 8.3 Да Вы там напомнили Значит диаметр В шару Да Это он явно был Больше лузы Да Ну что Давай чужих играть Нет Назад А нет С остановкой Да А дядь Дотянется ли Ну почему нет А неудобно Чуть-чуть У него есть Напрягается Напрягается Вот от этого Все зависит Это уж точно Плохо вывел Прекрасно Ну вот Да Победителя не судят Но серия Серия 7.3 Вот Вот оно Вот до этого Мы говорили Что поломарь Использует малейшую ошибку Винокура А теперь Получилось наоборот Ну вот Обмениваются мнениями Они И так счет стал 6.5 Да 6.5 Ну что Минимально В пределах Ваши прогнозы Были точны Это комплименты Это комплименты В которых В общем Вы не нуждаетесь Как опытные люди Но даже Даже самые опытные люди Ошибаются Потому что Биллиард Действительно Не всегда Предсказуемое дело Но здесь Говорили Что борьба Будет чрезвычайно Упорная Пока Самый крупный счет Который был у нас Вот во всей этой серии 7.4 А здесь уже 6.5 Да Нет 7.5 Выиграл Сталифланищенко 7.5 7.5 Виноват 12 партия Ага Здорово Здорово Отлично По-моему Уже второй раз Подряд Он забирается Да 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 Вот есть шанс Закончить Ския А ведь это Очень важно Было Не забей Он сейчас Мог бы отдать серию Рассыпал пирамиду Ну что Неужели Опять подбивать Пирамиду будет Да Ну Мне кажется Это неправильная тактика Но Что делать Все таки Ему надо наиграть Опыт в этой игре Если он раз ударит Без результата Два Три Четвертый раз Он уже просто не ударит Подбивает 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 Ну и что Ну посмотрим Ну кое что есть Согласен Кое что есть Ну сейчас мы объедем Абсолютно непрогнозируемый удар Никто не может сказать Где свой Давайте Критикуйте 18-летнего Все таки Почему У него значит Серебряная медаль Чемпионата Европы Раз Серебряная медаль Азиатских игр Два Два или три раза Чемпион Украины Да Я правильно говорю Всего-то да Я бы не стал его критиковать Он может Полностью продолжить Ну я так уже Опять удлинитель Третий раз Он уже Нет Отвинчивает Посмотрите Чемпионата Европы